Дэвида Дорна Его имя было вычеркнуто из памяти. СМИ моментально забыли о нем ради того, чтобы вернуться к разжиганию насилия по всей стране. Мы не должны позволить этому случиться. Кстати, он не единственная жертва беспорядков и не единственный, о ком забыли. Мы считаем, что это позор. Один из аккаунтов в Твиттере, что похвально, следит за количеством пострадавших в результате беспорядков. Мы хотим зачитать часть информации, потому что важно помнить об убитых. И это не один человек, их много. Дэвид Патрик Андервуд был офицером Федеральной службы охраны в Калифорнии. Неделю назад его застрелили. Мы не знаем, кто его убил. Он защищал федеральное здание в Окленде. В той же перестрелке его коллега получил серьезное ранение. Мэри Келли было всего 22 года. Она участвовала в митинге, посвященному Джорджу Флойду в Девенпорте, Айова. В какой-то момент ей не понравилось, куда все идет. Оно понятно. Она села в свою машину, чтобы уехать, и была убита шагной пулей. Хосе Гутейерес был зрителем, наблюдавшим за тем, как другие грабили магазин в пригороде Чикаго, Сесера. За это он был убит выстрелом в голову. Его убил Зайон Хейгуд, по данным полиции. Еще одна жертва Сесера — Виктор Сазарес, 27 лет. Он был застрелен возле продуктового магазина. Никто не помнит его имени, а мы должны помнить. В Миннеаполисе 46-летний Франциско Монтиэл был найден мертвым рядом с выжженной машиной. Согласно отчету полиции, он погиб, цитирую, «в результате множественных причин смерти». Очевидно, он стал жертвой беспорядков. Минимум три человека были убиты в ходе беспорядков в Миндианаполисе. Один из них оказался игроком футбольной команды Крис Бьюти. Он был найден застреленным прямо возле своего дома. Безымянный латиноамериканец, которому было около 20 лет, убит в воскресенье в Лос-Анджелесе, в районе, который был просто уничтожен протестующими. И это только те, кто был убит, а список наверняка не полный. Если у вас есть дополнения, присылайте их нам. За последнюю неделю тысячи людей получили ранения, психологические травмы, были разорены. В их числе десятки полицейских, которые пытались защитить общество. Полицейского из Лас-Вегаса Шейна Маклонаса подстрелили во время митинга в понедельник. Человек, стрелявший в него, сказал, что это была случайность и что он пытался отогнать бунтовщиков. Мы не знаем всей правды, но полицейский получил пулю в голову. Каждый из этих людей заслуживает того, чтобы его запомнили. Но вместо этого они забыты и забыты намеренно. Пресса предпочтет, если история запомнит эти протесты как мирные. Но это не так. Отчасти из-за того, что CNN, MSNBC, Нью-Йорк Таймс и другие подливают масло в огонь расовой распри по всей стране. Подстрекают насилие. Им плевать на последствия, но остальные не должны поступать так же. Это были люди, американцы, а теперь их нет. И кто это сделал? Люди на улицах, и они должны понести ответственность за то, что натворили. Как вы знаете, многие месяцы наши лидеры запрещали любые общественные акции. Даже в церковь не сходить. Ведь действует коронавирусный карантин. Но сейчас, когда наши улицы охвачены протестами и беспорядками под лозунгом «Черная жизнь важна», они передумали. Ваши акции все еще незаконны. Они расистские. А те, что разрушают нашу страну, допустимы. Субтитры создавал DimaTorzok